Девушки отдыхают Друзья, я сейчас нахожусь в Германии Рядом с трассой Нюрбург Ринг Возле меня гараж, ребят, из Апекс Давайте я вам наглядно покажу, чем они занимаются Апекс такси, то есть это рейс такси На гоночных машинах, как, например, вот это вот McLaren Это карт рентал, инструкция, отель Короче, весь спектр услуг Но самое главное это то, что вот эта вот машина McLaren стоит сейчас рядом со мной И мы не только сделаем обзор Экстерьера, интерьера и нам все расскажут про этот автомобиль Но мы еще и прокатимся на ней На Нюрбург Ринге В общем, друзья мои, присаживайтесь поудобнее И мы начинаем Погнали! 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 скоростей и дворники. Все верно, на руле вообще все минимализм, все сфокусировано на водителя, единственно панель управления у тебя вот тут. Это коробка передач Active, это то же самое, если мы будем сравнивать это с BMW, это будет режим M или AMG, какой-нибудь супер спорт режим, то есть все меняется. Заводить вот тут, настройки Traction Control, Track, Street, Normal и на настройки коробки, тоже самое Track, Street, Normal. И чем отличаются эти настройки Traction Control и коробки, то есть насколько она дает тебе свободу эта машина? Дает свободу, то есть если тут помимо этого еще есть дополнительный режим когда Active и ты когда еще нажимаешь EC Off, она тебе позволяет еще чуть больше как бы пробуксовывать на прямяках и при выходе из поворота, но там примерно угол просто меняется, начинает тормозить тебя и у тебя угол руля примерно там чуть больше 20 градусов, то есть не дает ей развернуть автомобиль. Ну вообще в целом, то есть если вот такую машину допустим возьмет обычный водитель там с каким-то ну нормальным опытом, а если все вывести в самые безопасные настройки, насколько она безопасна или она все равно дико? Не-не-не, очень безопасно, очень безопасно, даже человек знает как управлять своей правой ногой, не давить по максимуму и машина для города прекрасно подходит, я бы сказал. А на треке насколько на ней легко разложиться, если в самых обычных режимах ездить? Сложно, она как бы многое прощается, я бы даже сказал то, что те же самые Lamborghini гораздо быстрее разложить, чем вот эта. Ну вот если по сути смотреть, вот у нас McLaren, да, стоит 200-300 тысяч новая машина, какие у нее вообще есть конкуренты с гоночной точки зрения? Вот чтобы на Нюрнбург-ринге кто-то проехал круг так же хорошо, ну или приблизительно так же хорошо в ту же сумму? Это тогда уже сравниваю с Porsche GT3 RS, Lamborghini Huracan Performante, AMG GTR или GTR Pro даже. Ну и что ты можешь сказать по поводу McLaren, если сравнивать с ними? Эмоционально круче всего, это более уникально, потому что все здесь ездят на Porsche и Lamborghini в принципе, то есть МАК это конечно тема, это самая-самая крутая машина, особенно вот эта, но это реально самые последние технологии на рынке. Ну то есть грубо говоря именно в гонке, если выйдут все вот эти вот тачки ее конкуренты, не факт, что McLaren выиграет, да? Но если мы говорим именно по трассе Нюрнбург-ринг, то там разница будет ну примерно 10 или 5 секунд, и то зависит от пилота, от спецификации трассы, от ног от всего. Если мы говорим о разгоне, то вот это будет скорее всего быстрее всех остальных. Хотя у нее задний привод только. Да, да, ну потому что она легче, она легче, у нее момент лучше, потому что Huracan это атмосферный, там момента нету, Porsche тоже атмосферный, AMG тяжелее гораздо, вот, ну а уже дальше мы уже смотрим на гиперкары, такие как там P1, McLaren, Pagani, то есть из этого класса это как бы по динамике она гораздо круче. Ну и помимо этого, ни в каком из других автомобилей ты не видишь огонь, стреляешь из выхлопа в технической заднего вида. Вот там под крылом такая есть ручечка с тросиком. Хороший вопрос, никогда не пользоваться, значит не нужно. Ну и перед тем, как прокатиться на этой машине, давайте заглядем ей в багажник, кстати, багажник реально огромный, для суперкара просто нестандартно, наверное литров 250. Два или три года назад, когда у нас была 570S, так что машина, на базе которой сделана 600LT, мы ездили на Euro 3 в Италию, ну я, моя девушка, два чемодана, еще куча всякой там макияжа, ну вы знаете, девушки ездят, все поместилось и нормально. И комфортно на ней было на данное расстояние ездить? Да, вполне комфортно, потому что помимо этого можно сейчас взять сиденья в ГТ, классы ГТ, а не гоночные ковши, тогда это будет вообще про машины на каждый день. Ну, в общем, разобрались с этой машиной, с чем ее едят, с чем ее сравнивают в первую очередь, и теперь, я думаю, самое время на ней прокатиться по Нюрбурклингу. Все верно, тебя сегодня будет катать наш профессиональный водитель, гонщик Тим Морли, он из Англии, но он Нюрбурклинг также знает, тебе понравится. Окей. Вообще, салончик очень приятный, на самом деле, по ощущениям, все такое прям качественное, крепкое, выглядит, ну, не знаю, наверное, это все потому, что я в первую очередь кайфую с этой машиной, я уже изначально предвзято. На удивление, обычные ремни безопасности, не четырехточечные, не такие гоночные, хотя кресло, конечно, ковши мощные, они со всех сторон тебя держат. Смотрите, какой гоночный абсолютно монитор сделан в центре, передачи переключаются только под рулевыми лепестками, естественно, никаких кнопок на руле, ничего не отвлекает водителя. Вокруг карбоновый монокок, и мы выезжаем на старте. Скорость уже 140, 150, 160, 180 нормально, 190, 200. О, вот это, вот это охренеть! Вот это охренеть! Обалдеть! Просто на 180 в такой поворот ходит. Мы сейчас 90, 100, мы 100, 110, мы входим в этот поворот 110. Смотрите, 90 градусов поворот, 80 км в час скорость, мы раскрываемся. 130, 140, 150, начинаем оттормаживаться. На сотки входим в этот поворот. Блин, я не помню, я тут, наверное, на 60 ехал максимум. Это просто самолет! Ручки не хватает. 200, 220 было просто, мы подлетели. 230, прям, блин, опять 200, 180, мы входим, 170, 180, мы входим в этот поворот. Разогнались в повороте 200 опять, 210. Да, это, да, 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 да. Жолтый флаг, я говорю, что это. Это белый флаг, потому что они просто плачутся на трассе, и с дебридом на трассе. Так, обычно здесь, вы будете делать примерно 280 км в час, если вы выходите, вы на землю, и вы переходите на эту сторону, примерно 210, 220. Субъездная флага. Вы сходите машину? Да, это очень хорошо. Смотрите, что они готовы, поэтому мы готовы. Вот это да! Как круто! 180 на 5! 200! Просто 200! В этом полороде! Да ладно, а мы еще под горьку едем! 250! О боже мой, как это быстро! Уши закладывают! Мы тут просто оттормозили с 250 до 80 и проходим связку поворотов очень быстро! О, хоть есть несколько секунд для того, чтобы передохнуть! Сделать вдох! Кто-то вылетел, короче! И все, я опять понеслась! Когда вылетел 24 часа, скорость, скорость или быстрее? Это зависит от класса! Если, например, ЛМП1 больше быстрее! Но другие машины могут быть быстрее, да? Да! Да! У меня есть все, что-то из full GT3 до того, как Клио или БМВ2 Есть огромная разница между скоростью и скоростью Охренеть! Теперь мы идем в Брайдшайз Уши закладывают и не раскладывают потому что постоянно жесткие перепады высот Вот сейчас, посмотрите! Вот! Вот мы вверх просто въезжаем! Заскакиваем на огромную гору! И сразу же, смотрите, едем вниз! Бах! Все, ушли! Опять трамплин! Это очень тяжело, чтобы ездить около 3 часа! Это то, что мы делаем! На воскресенье мы делаем 12 часов в день и мы делаем около 40 ламп в один день И как вы чувствуете в вечер? Ментально довольно тяжело 240! 230! 220! 180! Блин, я руку не могу держать! У меня не сносит в бок! Куча датчиков! Они просто как будто бы... Я не знаю, с чем это сравнить Они как будто бы вообще не едут рядом! Блин, карусель! Какая скорость! Он должен заканяться прямо по карусель! 90! Оу, это так низко! Да? Да, он скрепит немного через это Всегда! Да! Но это нормально! Мы продолжаем! Охренеть! Вот это торможение! На 130 в этот поворот лютейший! 150 опять! Опять скидываем 120! Боже мой, это... Я так устал! Хотя мы едем всего 7 где-то минут на данный момент! У меня уже просто нету сил! Я выжат как лимон сейчас! Я устал сильнее, чем когда я сам был за рулем в предыдущей гонке! Хотя я вообще ничего не делаю! Я просто держусь за кресло! Оу! Вау! Опять давление в колесах пищит! 170! 180! 200! Какая максимальная скорость, когда вы двигаете этот круг? Обычно это будет 280 в час. Сколько? 280! 280? Да! Да! Но если у нас была белая флага, то мы должны сдвинуться! Оу! Хорошо! Мы не имели! Да! Так что мы должны сдвинуться! Если бы это не будет 280! Спасибо большое! Спасибо! Я думаю, что лучше быть пассажером на этой машине с ними! Да! Браво! Когда вы двигаете здесь, когда вы не можете двигаться как вы! Да! Это позволяет вам расслабиться и удовольствовать испытания, что вы не стремитесь о том, что происходит вокруг этого! Да! Вы чувствуете все вещи из этого машины! Да! Вы чувствуете максимум! Да! 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 Я буду двигаться с машиной! Как двигатель! В общем, все! Откатались на McLaren, соответственно, сейчас она на мойке, конец уже дня! А у вас так принято, Миша, да? Что гонщик моет за собой тачку? Это даже надо! Это у нас по правилам! Ну что ж, друзья, вот такая вот поездка была на McLaren, я только перевел дух и могу вам сказать, что это невероятно! Это неописуемо! Вы видели сами эти эмоции, эту скорость! Когда он мне сказал, что на самой быстрой точке он ездит 280 в обычные дни, до сегодня был желтый флаг и мы это не смогли испытать, то я, конечно, просто был в шоке! Ну, в общем, друзья, на этом все! Всем огромное спасибо за внимание! Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этого видео! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски! Спасибо ребятам из Апикс за то, что показали и прокатили на этой машине! Ссылка на них есть в описании! Ну, а так все! С вами был Илья Стреколовский! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok